привет мы с вами находимся в кускове на территории музея усадьбы кусков но нет не она огороженной территории это платный вход непосредственно делать сам дворец там церковь находится куда его ты около дворца там да и другие всякие строения там разные гроты там да вот и за пределами территории огорожены да ну там где можно ходить бесплатно просто на территории большого такого кусковского лесопарка да на территории вот это вот бывший усадь кусково довольно большой вот и здесь в районе вишники на востоке москвы от рассветной аллеи до большого дворцового проезда проходит третья музейная улица которая фактически является даже не улицей а просто парковой аллеи по лесопарке кускова правда с автомобильным движением двухторонним движением автомобильного транспорта полно это власть и в каждом направлении ну длина этой аллеи этой улице как бы улица аллеи такой да составляет около одного километра вот ну в принципе конечно все таки улица поскольку автомобильные движения по ней есть в отличие допустим да какие-то именно непосредственно парковых аллей которые находятся на огороженной территории и уже движение машин полностью запрещено есть еще можно вот поэтому ну как бы так что-то пограничное между улицей и парковой аллеи до 1160 года территория была подмосковьем здесь находился село вишняки подмосковное неподалеку вот и в этом бывшем поселке и также поселок кускова вот так же рядом находился который потом вошел состав города первого тоже подмосковного вот и здесь и вот в этом бывшем поселке кускова это улица назывался главным проспектом до 1169 года хотя город перова и входишь у него вот этот подмосковный поселок кускова они вошли в состав москвы и что шестом году но это вот улица она называлась главным проспектом еще до 1169 год еще еще через день после вхождения состав москвы на 165 году естественно была переименована того чтобы название несколько странный главный проспект несколько в москве да это конечно не соответствует действительности потому что главный посерду в первом среде до но или подмосковном поселке кускова так можно более правильно ну а в москве конечно естественно стучниках не главный проспект Jasok очень даже такой периферийный почти окраинаد города вы переименована есть не соответственно название изменившим статусу положение улицу и названа была по находению в музее усадьбы кускова названа музейная улица ну а вот третьего конечно порядковый номер он несомненно смущает потому что он уже не соответствует действительности но дело в том что рядом тогда то время когда называли туристы а девятом году проходили еще две музейные улица средства 2 это было логично 3 музейной улицы но и улиц со скана время были утрачены и все отныне нету на сегодня название конечно представляется не название а именно вот номерное определение до номер улицам представляет странно и конечно требует корректировки можно было просто назвать музейная улица того вполне правильные логично ну вот ну естественно каких-либо домов здесь конечно нету и все что мы видим здесь это прилегающего непосредственно к музеи усадьбе на огороженные территории, прилегающей к этой усадьбе, собственно, Кусковский лесопарк. Лесопарк, который находится в пределах Мечорской низменности, уже отсюда она начинается. Знаменитая Мечорская сторона, описанная Константином Паустовским. Площадь этого лесопарка более 300 гектаров, но здесь, конечно, на этой улице находится только часть этого лесопарка. Ну и на территории лесопарка находится несколько прудов, и на эту улицу выходит два пруда в этом Кусковском лесопарке, они называются Радужными. Название такое искусственное несколько, ну и признан вызывать такие положительные эмоции, по аналогии с расположенными неподалеку, вот, большим гуравским итальянским прудами, вот, в парке Радуга. Ну и также, на самом деле, пруды, конечно, туда, в принципе, сбрасывали Кусковский кинозавод раньше в эти пруды, свои отходы жидкие, ну и тут нейтрализовывали, вот, ну и разбавляли другими стоками, а затем уже сливали в обычную канализацию, ну и дальше все это поступало в канализацию на курьянские очистные сооружения, курьянская станция аэрация, да, ну и затем уже после очистки на этой станции в Москву-Рив, на берегу которой она и находится. Ну так что тут есть прудик, вот, сохранился прудик, тоже радужный, ну не прудик, а остров, остров, тоже радужный остров, кроме этих двух прудов, также, вот, ну и вот, мысли, вот, вопруда, да, и, соответственно, лес, вот этот вот лесопарк, пределка Мечерских низменности, да, такой вот, где много деревьев, есть много берез, дубов, лип, ну и гель, лиственницы, ну много разных интересных пород, также растут и папоротники, даже осорки, люти, фиалку можно увидеть, сныть, живучку, вот, ну и животных, много птиц тут обитает, действительно, так что, в общем, конечно, много москвичей отдыхает в этом месте. И вот по этой улице находится лесничество вот этого Кусковского лесопарка и эколого-просветительский центр с экошколой, ну и все это находится в одном знании, лесничество и эколого-просветительский центр с экологической школой, занято под номером 40, ну здесь нумерации очень запутанные, очевидно, раньше тут стояли по главному проспекту еще под москвом поселке Кусково деревянные дома, многочисленные, да, с номерами, ну и вот это вот один из хранившихся домов бывшего Перова, и это было раньше школа номер 2 города Перова, вот она еще сохранилась в тех времен, очевидно, раньше там стояли много других там деревянных частных домов, вот, но сейчас уже их нету, и вот поэтому такой странный номер у лесничества и эколого-просветительского центра, номер 40, потому что остальные дома, естественно, утрачены, вот, ну и осталось только вот этот объект один, практически, да, вот поэтому, по этой улице. В 1170-х годах, уже когда, собственно, город Перу вошел в штаб Москвы, в здании бывших школ находился детский санаторий, вот, ну и а сейчас тут вот, соответственно, лесничество и эколого-просветительский центр, на территории также находится садово-парковая техника, ну, то есть еще используют территории для уборки парка, ну и вообще для разыкидов работников. Также на этой улице находится заброшенное кафе Лето, в 1150-х годах здесь стояло такое деревянное кафе Лето еще, ну, а потом в 1166 году оно было переделано уже в бетонное, в современное кафе, но оно сгорело в 1180-х годах, ну, а потом, вроде как, это, что-то пытались его все реконструировать, вот, в результате так, что-то и не получилось, очевидно, его так и заброшили, вот. Ну, вот, наверное, все, что хотел бы сказать об этой улице, так что тут есть на этой улице горбатый мостик, тоже около прудов, ну и городок для кипников, называется Поляна-Невес, и рядом автостоянка. Вот, так что, ну, люди, естественно, только гуляют, ну и, соответственно, перекусывают тоже вполне нормально. Ну вот, ну что ж, эта, так сказать, улица, как и Кускова, достаточно сильно удалена от станции метро, лучше всего доехать от метро Новогиреево сюда, можно пешком дойти или на автобусах, до остановки платформы Новогиреева, находится на Кечерской улице, дальше пешком через Кечерскую улицу и Рассветную аллею. Ну, можно лучше всего, конечно, добраться на, по железной дороге, по железной дороге, вот. Это, соответственно, до платформы Кускова, да, и, соответственно, дальше там уже или там Новогиреева, и дальше уже пройти, наверное, пешком через Кечерскую улицу и Рассветную аллею. Ну, а Новогиреево, соответственно, платформы Новогиреево, лучше добраться с Курского вокзала, да, Курский вокзал в Нижегородское направление или Горьковское направление, там уже доехать до платформы Новогиреева, вот, и дальше пешком через Кечерскую улицу и Рассветную аллею. Можно доехать с Курского зала до станции Кускова, но также, да, то есть не до Новогиреева, а до Кускова доехать. И дальше пешком. Наверное, даже, может, это самый предпочтительный вариант, как лучше добраться. Но общественный транспорт по этой улице, конечно, как и по всей территории музея-усадьбы Кускова, не проезжает. Приятных прогулок и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok